Нужно ли проходить соборование в пост, или это таинство совершается только над больными? Это таинство в своё начало ведёт от апостола Иакова, который прямо пишет, болит ли кто вас, то есть болеет ли кто, да призовёт пресс-фитеры церковные. Слышите, какой больной? Сам уже не может идти. А он вынужден призвать, потому что таинство соборования – это просто усиленная молитва, усиленная молитва о тяжело болящем человеке. А мы начали на всякий случай, ну потому ничего и получаем, потому что на всякий случай ходим, потому что не слушаем нам никакого, какой-то апостол Иакова. Мы лучше знаем всех апостолов и на всякий случай. Ну, на всякий случай выпейте. Вместо одной таблетки – десять. Выпейте. Что с вами будет? Это мы знаем. Здесь мы осторожны. Что может произойти? Так и здесь тоже. Надо следовать православной вере, а не каким-то, знаете ли, там домыслом. Действительно заболел тяжело человек? Да, да, настолько тяжело. Да, позвать, помолиться. Это таинство усиленной молитвы уже за тяжело болящего. А в отношении же прочих сказать – мы все больны. Это я слышал. Так мы что тогда делаем? Мы разве не знаем, что такое причастие. Или что, вы думаете, соборование больше, чем причастие? Вот оно! Наша, простите меня, буквально ересь. Не превыше таинства, чем причащение. Браво! Браво, Алексей! Или придумали так – висеться, потом пособороваться. А я и я что делаю. Священники виноваты. До чего доходим? Вот это входит, я смотрю, всюду, и начинают все. В общем, главное, что сделать. Не себя менять, нет, 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 а сделать что, чтобы меня помазали. Прямо как язычики настоящие. Превращаем уже таинство, таинство церкви, превращаем в какое-то язычество, буквально. Разве так можно? Причастие есть. Во исцелении души и тела причащается человеку. Или никогда не слышали мы об этом? Или думаете, что выше есть что-то, выше причастия? Нет ничего выше. Предел. Потолок. Поэтому нужно, если кто говорит, и я болен, и так далее, хорошо, готовьтесь, исповедуйтесь, причащайтесь. Вот что надо. А когда уж сляжете, позовите батюшку. Позовите. Вот так. Позовите батюшку. Спасибо. Спасибо. Спасибо.